Всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Сегодня я хочу вам рассказать о турнике и брусьях. Нужны ли они вообще дома или просто заниматься, ходить в спортзал? Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Это всегда под рукой. Что турник, что брусья. Первое. Минусы. Не всегда можно позаниматься так, как домашние могут помешать. У меня, например, много детей. И я вечером закрываю комнату и занимаюсь одним турником. Иногда не получается, они приходят сюда. Но с другой стороны, это и хороший пример подаёшь своим маленьким детям. Они виснут у меня тут, кувыркаются. У меня есть груша, которую я в этой квартире не колочу. Они её колодят. И, глядя на меня, они будут как-то спортивно развиваться. Однозначно. Средняя у меня вообще висит на турнике, висит, наверное, секунд 15-20. Я сам удивился. Вот смотрите, это турник. И, опять же, это и брусья. Просто универсальный комплект. Он у меня, этот комплект, уже лет 8. В этой квартире я его не устанавливал. Что-то как-то необходимости не было. А тут что-то ребятишки смотрю, кувыркаются. Я думаю, да, я ему установлю. И сам буду периодически заниматься дома, кстати. Или времени нету. Ну, грубо говоря, наше извлечение. Просто или до спортзала там некогда бывает. Много ли упражнений можно делать? Да практически все. У меня, кроме этого, еще есть гантели. Вполне возможно, что когда-нибудь приобрету лавочку себе, наклонную, меняющийся угол. А так это самое универсальное. Здесь можно, например, на брусьях можно прокачать грудь. Сегодня заниматься не буду. Я вчера, кстати, сорвал мозоли. Много упражнений можно делать. А так же и на грудь, и здесь и на трицепсы развивать. У нас получается, а на турнике развитие, главное, базовое упражнение, это на ширину спины. Достаточно много хватов можно делать широким хватом. Можно делать узким хватом. Можно делать обратным хватом. Больше с акцентом на битве хват. И вы протягиваете не прямо, а немножко с прогибом спины. Именно где-то к груди. Вот это самое удачное положение тела, когда наиболее максимально включаются широчайшие мышцы спины. Это широкий хват. Это с прогибом спины. Есть так же обратный хват. Если вы делаете низ с прогибом, а вдоль, получается, вдоль тела, как можно ближе к подбородку. У вас прямые руки, вот тогда включается больше бицепса. И есть различные еще хваты. Это можно делать узким, например, хватом. И подтягиваются то к одной стороне, то к другой. Сегодня я тренироваться не буду, так как я вчера тренировался и сделал 100 повторений за определенное количество подходов. Вот так с плюсами и минусами домашних тренировок. Конечно, это удобно. Это все под рукой. Единственный минус, наверное, домашних тренировок, это нужно настраивать себя. Просто в спортзале, конечно, рядом люди. Это соревновательный момент. Глядя на людей, тебе не хочется упасть в грязь лицом или сделать на одно количество повторений побольше или немножко побольше вес сделать. Ну, подстегивать. Соревновательный момент. Дома это нужно быть настроенным. Сам себя заставлять. Вот это, наверное, единственный минус домашних тренировок. Я, конечно, в дальнейшем вам буду рассказывать, какие упражнения можно делать. У меня еще есть петли ТРХ, есть резинки. Доча будет дома заниматься периодически. Есть гантели. Да достаточно всего. Покажу, что можно будет делать с ними, как их применять. Для тех, кто думает, что можно или нет накачаться дома на турнике, на брусе. Да, до определенного момента можно развить мускулатуру. Но если вы хотите больших объемов на руках, на груди, на спине, конечно, нужно будет дополнительный вес подключать. Потому что тело, если собственным весом, конечно, разобьется. Но если до больших объемов нужно подключать обязательно дополнительный вес. Это то же самое, только делаете на поясе, цепляете какой-то груз и дополнительно с ним подтягиваете или отжимаетесь. А так в армии, я помню, у нас был Даг, Анвар у меня был сержант. Вот он на одних брусьях, знаете, я мало культуристов видел, как развил грудь. Ну вот с дополнительным весом, кстати, именно одни делал поджимания на брусьях и борьбой занимался. У него турник был, и брусья. Ребята были серьезные такие по тем временам. Он весил килограмм 85, но он мне казался таким огромным просто. Руки 45 были, там грудная клетка, ноги весь, короче, весь буграми. Я мало культуристов таких даже видел. Ребята, не слушайте никого, что дома нельзя заниматься, нужно идти обязательно в спортзал. Занимайтесь хоть где, хоть дома, хоть в спортзале. Если у меня, видите, у меня даже на работе есть, я себе спортзал сделал в вагоне поезда. И это же не мешает мне заниматься там. Хотя многим людям это не нужно. Мы вдвоем только, два человека там занимаемся, а людей очень много. Пожалуйста, можно приходить, можно физически развиваться, но никому это не надо. Так что это же все в голове у нас. Кто захочет, тот в любом месте будет садить на себя кого-нибудь, там приседать. Я вот, когда у меня не было ничего, я там жену садил, приседал. И еще что-то там, какие-то отжимания, она на меня садилась, на спину мне определенные усилия создавала. Всем счастливо, вы были на канале Спортивный Дед. Ставьте лайки или ставьте дизлайки, кто как хочет. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Этот обязательно, этот колокольчик меня уже достал. Все, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok